Привет, друзья! Сегодня покажу партию, которая откроет целый раздел. Об этом разделе просили еще в самом начале шахматисты, которые со мной давно знакомы. Итак, в защите каракан у черных имеется вот такой вот вариант, скажем после конца 3, да и конь бьет е4 конь f6 и после конь бьет f6 ход gf этот ход, который очень сильно любил Константинопольский международный мастер, тренер Давида Ионовича Бронштейна в этом варианте Давид Ионович сыграл несколько фантастически красивых партий но я начну рубрику все-таки со своих партий а не с партий Давида Ионовича хотя их безусловно нужно будет тоже в нее включить и откроет, то есть будет первой партией, которую я здесь прокомментирую моя победа над очень неплохим шахматистом Юрием Петровичем Гуськовым партия сыграна 3 марта 1992 года во втором туре чемпионата городского шахматного клуба города Екатеринбурга Юрий Петрович Гуськов стал кандидатом в мастера в те годы когда списки кандидатов в мастера печатались в газете то есть их было около 300 человек сохранял очень немалую практическую силу то есть на мой взгляд длительное время по крайней мере с момента когда я начал с ним встречаться это был шахматист вполне мастерского уровня мастером он не стал и не стал гроссмейстером как мне объяснили по причине того что в одном из турниров за 3 тура до конца Юрию Петровичу оставалось сделать одну ничью до выполнения нормы мастера для выполнения нормы мастера одну ничью в 3 турах и он проиграл все 3 партии то есть психологическая видимо некоторая неустойчивость у него была тем не менее высоченный о том что его очень высокий класс для ветерана по крайней мере сохранялся всю его жизнь должен сказать что за несколько лет об этом говорит такой факт что за несколько лет до своей смерти за год или за два в возрасте уже в 80 летнем возрасте Юрий Петрович Гуськов выиграл чемпионат Урала среди ветеранов до 60 с результатом 9 из 9 то есть практически всех своих противников он был намного опытнее то есть они были просто молоды с ним играть еще вот мне с ним так и не удалось поработать хотя несколько раз я делал ему такие ну сделал ему один раз такое предложение вместе поработать но к сожалению не нашлось времени пока я жил в Екатеринбурге а потом я переехал в Тагил и стало еще сложнее со средствами связи тогда не было так легко как сейчас ну давайте перейдем к партии в общем все немножко отвлеклись отдали должное сильному ветерану Екатеринбургскому Свердловскому конь Е2 ход не сильнейший здесь я буду делать те замечания вот помимо тех которые были сделаны в моей тетрадочке я вам уже показывал вот пару вот таких тетрадок в которых у меня сохранены старые партии которые я периодически с удовольствием просматриваю и буду оцифровывать видимо в формате роликов таких же обучающих в общем помимо тех замечаний которые у меня там записаны будут присутствовать еще замечания данные девятым стокфишем при беглом просмотре и так после ЖФ стокфиш считает вполне справедливо что позиция черных очень трудна на конь Е2 ход H5 вполне разумен наряду с ответом слона H5 конь F4 конь F4 считает стокфиш уже некоторые ну и он конь Е2 уже считает некоторой неточностью а после конь F4 комментарии в моей тетрадке гласят что ход сделанный мной H4 неточность правильно было развить слона а вот стокфиш считает что сильнейшим здесь является жертва пешки на H5 с идеей на конь H5 скромно сыграет слон Е6 когда конь уйдет на G3 ну в дальнейшем у черных уже ладья работает по линии H и вот такие позиции как раз очень виртуозно играл Давид Ионович Бронштейн я сыграл я сыграл и идеи которые приходили ему в голову обычно он проверял со своими друзьями учеными можно вспомнить также недавно ушедшего из жизни Германа Иосифа Харуса также с Виктором Николаевичем Стреколовским очень много они обсуждали разных идей в шахматах и я даже не знаю кто первым против меня сыграл Ферзь Е2 в такой позиции Юрий Петрович или Виктор Николаевич то есть ну как настоящие ученые они обменивались идеями друг с другом пытались разобраться в сложных позициях Стокфиш считает что в этой позиции самый сильный ход Ферзь Д6 с той же идеей провести Е7 Е5 согнать белого коня побороться за центр я пошел Е6 ход помечен у меня что не точный а точнее было пойти конь Д7 Ж4 да вот именно в этом была основная идея хода Ферзь Е2 согнать слона ход ХЖ у меня помечен как интересный ход другой ответ слона Х7 тоже как интересный и требующий серьезного анализа до которого естественно руки у меня потом так и не дошли я сыграл АЖ стокфиш полностью согласен с обеими моими оценками после ФЖ конь Д7 дальше следуют естественные ходы противники развиваются то есть заканчивают развитие черным приходится уходить в длинную сторону и вот после Б4 выясняется что есть некоторые проблемки у черного короля при этом то что белый король ослаблен в данной позиции как-то совершенно не ощущается более того у белых работает по линии флагиа и это выглядит очень здорово вот и здесь я блефанул немножко то есть в шахматах всегда есть элемент плефа впрочем вот допустим стокфиш считает мой ход сомнительным и в шахматном плане я с ним полностью согласен но вот предлагаемая стокфишем как сильнейшая Е5 вполне могло наткнуться на ход Б5 такой удар был вполне в стиле Юрия Петровича он тоже очень любил атаковать как в общем-то все мы любим атаковать и после Е5 слон бьет F4 компенсация за фигуру видна невооруженным глазом то есть угрожает ферзь А2 и потом белые будут уже играть без ладьи ходом ладья Б1 но вряд ли что-то сможет спасти короля от экзекуции по линии Б и если черные могут как-то спастись то это нужно делать немедленно и понятно что подобного рода варианты разбор подобного рода вариантов за доской мне никакой радости не доставлял контроль был полтора часа на 36 ходов и после моего хода КНЕ5 уже надолго задумался Юрий Петрович мы вообще оба тратили время тогда было принято тратить время в дебюте вспоминая ища какие-то новые идеи и после КНЕ5 у нас уже наверняка надвигался обоюдный цветнов ход выглядит странным черные поставили коня под бой при этом ни на что не напали вообще и Stockfish считает что ходом А4 белые практически опровергают эту идею скажем на слон Д6 Б5 то есть просто гнут свою линию не обращая внимания на вот этого бедолагу централизованного коня но Юрий Петрович посчитал варианты пришел к выводу что после ДЕ ФЕ Ж4 ход очень неплохой у меня стоит что интересный ход Stockfish считает что чуточку проще белые получают перевес немедленно отдав эту лишнюю фигуру но забрав просто пешку Е5 за коня и пешку А7 что даст нам просто здоровую лишнюю при прочих равных условиях примерно впрочем тут я был уже так настроен сдержанно оптимистически потому что фигуры начинают оживать и после Ж4 идея белых вот в чем заключалась слон А7 конь бьет Е6 очень сильный ход ФЕ слон Ж5 еще один очень сильный ход ладья Д3 и вот в этот момент момент критический у белых был очень сильный удар но практически прибивающий черных то есть видите почему я считаю что принятие жертвы на Е5 было не сильнейшим в первую очередь потому что очень много считать пришлось и когда много расчета вариантов идет неизбежные ошибки а ошибки вот и вот вся эта ситуация она обычно на руку тому чья позиция хуже ну чаще всего потому что этому шахматисту приходится делать очень часто строго единственные ходы идти там по лезвию бритвы буквально вот и вот здесь аккуратным ходом ладья АД1 белые просто подчеркивали все плюсы своей позиции то есть двойные пешки Е6 и Е5 не являются никакими проходными хода Е4 нет из-за ладья бьет Д3 ЕД Ферс бьет Е6 меняться на Д1 да брать на С3 нельзя из-за ладья Д8 играть ладья бьет Д1 не хочется потому что вообще не видно фигур теперь которые могут проявить активность нет конечно такую позицию видимо пришлось бы пытаться удерживать но говорите о каком-либо перехвате вообще сейчас невозможно черные должны как-то уныло терпеть но был сделан другой заманчивый ход слон Ф6 что позволило черным завершить развитие путем слон Ж7 теперь хода ладья Д1 нет на С3 подвисает и последовал еще один очень неудачный ход в преддверии цикнота H3 и черные резко активизируются ход Е4 Stockfish признает с большим отрывом сильнейшим у меня в тетрадке ничего не отмечено мне казалось что пора уже активизировать своего ферзя и еще одна у меня в тетрадке примечена как неточность на деле грубейшая ошибка по Stockfish и черные неожиданно выигрывают партию слон F6 ладья F6 сейчас самым жестким был ход ферз Е5 я решил сначала дать пару шахов Юрий Петрович верный себе играет на победу король H1 никаких троекратных хотя он я подозреваю уже подозревал понимал что позиция белых плоха но на король G1 было бы ферзь Е5 и слон F5 то есть примерно те же варианты что и партии а в партии все закончилось так значит ладья F7 здесь проще всего по мнению опять же железо выигрывает ход ферзь G3 я взял ладья бьет H3 и партия закончилась путем король G1 и белые получили мат цветноте то есть мне отмечено что у нас осталось совсем мало времени это 29 ход у нас осталось по 3 минуты то есть нет сомнений что ходы королем Юрий Петрович тоже делал очень быстро то есть по 3 минуты у нас оставалось вот уже здесь а напомню полтора часа контроль был на 36 ходов то есть еще 10 ходов и не забываем что играли мы тогда на механике то есть никакого добавления после хода не было после ладья бьет h3 белые конечно обязаны были взять и вот здесь у черных разбегаются глаза я был уверен что дам один раз шаг на g3 и после обязательного короля h1 ладья h3 король g1 буду выбирать между ферзь d4 шаг и ферзь h8 оба хода ведут к большому перевесу но после ферзь h8 например я не уверен что видел ход e3 с идеей на ферзь бьет h3 пойти e2 то есть вероятность что видел очень высокая но 100% уверенности нет но точно помню что также считал следующий вариант вместо ферзь h8 ферзь d4 ладья f2 и просто съели на g4 то есть это был запасной вариант при расчете на который бы я пошел если бы вот ход e3 не находился бы никак потому что вот в этом мэншпиле ладья f7 не успевает на борьбу с проходной пешкой e4 и черные по сути играют двигают пешку e владей на мэншпиле при случае еще подключая своего слона для того чтобы ее провести ну и белый король также остался один то есть пешка должна потихоньку пройти здесь вот ну в общем вот этой партией я открываю рубрику с партиями из варианта бронштейна немцовича из защиты каракан константинопольского по моему называется вариант немцовича но столько идей сколько внес бронштейн именно вот в это пожалуй не внес вообще ни один шахматист вот ну и все пожалуй на этом я ролик закончу потому что не должен же он быть исключительно длинным вот всем огромное спасибо ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на мой канал я в общем там уже выздоравливаю скоро начнем следующее мероприятие до новых встреч дизлайки до новых